ПСУ ударили по Дагестану, а именно по пункту базирования Каспийской флотилии ВМФ РФ. Россия потеряла рекордное количество техники в октябре. За месяц она лишилась почти 700 единиц. Такого не было с октября 2022, когда РФ драпало из Харьковской области. Но там потерянная техника была в основном просто оставлена российскими войсками, которые убегали, сверкая пятками. На китайский авиасалон Россия привезла свой новейший самолет, однако там он вызвал смех. В китайских сообществах уже два дня демонстрируют фотографии российского чуда, ужасные сборки и просто откровенно глумятся над ним. Но в США на выборах победил Дональд Трамп. Это значит, что уже завтра сводки не будет, ведь он обещал закончить войну за 24 часа сразу после победы. Правда же? Ну а пока обо всем этом и многом другом свежей сводке. Атака по Каспийску. Дроны попытались атаковать главный пункт базирования Каспийской флотилии ВМФ РФ в Дагестане, свидетельствуют кадры с места и очевидцы. Ранее глава региона сообщил, что в Каспийске сбили беспилотник, однако местные жители сообщают, что их было несколько. Фото и видео с места свидетельствуют, что дроны пытались атаковать пункт базирования Каспийской флотилии ВМФ РФ. Согласно открытым данным, в данном пункте базируются части береговых войск, включая морскую пехоту. Согласно данным мониторинга пожаров НАСА, пожара после атаки в районе пункта базирования флотилии не зафиксировано обратили внимание ВАСТРа. Впрочем, возможно, это результат того, что еще не успели отфотографировать. Ну то есть, вы же помните, да, когда с арсеналами было, когда вот на одном арсенале показывалось, что пожаров нет, оказалось, что просто еще вот там спутники не пролетели над тем местом. Флотилия в том числе наносила ракетные удары по Украине, а 177-й полк морской пехоты участвовал в боях в Херсонской и Запорожской областях. Теперь к линии фронта. Наступление дается российским силам ценой огромных потерь, причем не только в живой силе, но и в технике, запасы которой далеко не бесконечны. В октябре Россия понесла рекордные потери техники за последние два года войны. На фоне возросших темпов наступления российская армия начала терять количество техники, которого не теряла последние два года. В таких объемах свидетельствует данные проекта Орекс, проанализированное агентство. В октябре Россия лишилась большего числа бронемашин, самолетов, вертолетов и другой техники, чем любой другой месяц с октября 2022 года, когда российские военные отступали из Харьковской области. С 1 октября российская армия потеряла 695 единиц техники, которая была уничтожена, повреждена, брошена на поле боя или захвачена противником, свидетельствуют данные Орекса. Среди потерянной техники 253 БМП, 103 танка, 41 БТР, 4 самолета, 2 Су-25 и 2 Су-34, 1 вертолет Ми-28. В ССУ в этот период потеряли 276 единиц техники, среди которых 47 БТР, 28 БМП, 21 танк и 1 самолет Су-24М. В сентябре потери российской техники составили 547 единиц, в августе 434, в июле 584, в июне 576. То есть, как видите, количество техники, которую теряет Россия, растет. Что говорит нам о том, что наступление России на Покровском направлении, да, и в принципе в Донецкой области, это не столько про то, что там украинская армия ослабла, а про то, что Россия бросает большие силы в эти самые наступления и, соответственно, теряет больше единиц техники. Да, и не то, что приблизилась, а просто вот за два года, это рекордные показатели, вот опять же, с момента, когда Россия, сверкая пятками, бежала из Харьковской области, бросая там всю эту технику, и стала, на тот момент Россия стала второй, по-моему, по количеству поставок техники в Украину, вот, заняла тогда эту почетную строчку. Перепромещаемся на поле боя, что там происходит около Курахова. Дипстейт сообщает о захвате российскими войсками Степановки на северном берегу Кураховского водохранилища. Таким образом, ВСРФ пытаются обойти Курахова с севера, а также в продвижении возле Кременной балки западнее Цукурино рядом с Кураховым, Богоевленкой на Углядарском выступе и Колесниковкой на левом берегу реки Оскол под Купинском. Пророссийский асинт-канал «Сливочный каприз» геолоцирует видео атаки российских мотострелковых подразделений на подступах к населенному пункту Петровка в направлении Григоровки, указывая, что ВСРФ продвинулись более чем на 2 километра на запад от Селидова. Тут надо в очередной раз напомнить, что продвинулись не значит закрепились. Вообще, несмотря на атаки в последние дни, каких-то уверенных успехов ВСРФ к западу от Селидова пока не наблюдается, но опять же не будем загадывать. Что касается непосредственно Курахова, что происходит вокруг него, разобраться, честно говоря, на данном этапе крайне трудно. Российские и украинские источники сообщают об успехах к югу от города, а зэд-канал ВНДВ, имеющий отношение к группировке ВСРФ «Восток», действующий на направлении, опровергает и тех, и других. Военкор Юрий Котенок сообщил о контроле над Трудовым, расположенном в северной Богоевленке на Углядарском выступе. Однако ВНДВ отрицает это. До окраин села еще как минимум километр, пишет он. Также авторы канала выступили с опровержением заявлений автора телеграм-канала «Офицера» об успехах ВСУ в районе Шахтерского, но подтверждают контратаки на этом направлении. В таких условиях остается только ждать, пока синтеры найдут и геолоцируют видео, подтверждающие правоту той или иной страны, тогда можно будет уверенно говорить о том, что там на данном этапе происходит. В целом, в последний день на фронтах, казалось бы, было относительно спокойно, по крайней мере, по сравнению с предыдущими днями. Но как именно достигается это относительное спокойствие, напоминает нам пост в канале 46-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Украины, которая также действует на Кураховском направлении. Две очередные бездарные попытки штурмов совершили вчера российские оккупанты на направлении обороны двух аэромобильных батальонов нашей бригады. В них по очереди заходили две колонны. Один танк, пять БМП, одна зенитная самоходная установка 23-4 «Шилка», один танк и шесть БМП соответственно. В общей сложности 14 единиц. И чего достиг враг, надеясь на непогоду и плохую видимость? Еще одно фиаско, чего, собственно, и следовало ожидать. Метким огнем артиллерии и в ТВ дронах было уничтожено 8 единиц. Один танк и семь коробочек. К сожалению, после полученных повреждений, четыре БМП, танк и «Шилка» смогли таки откатиться на стартовые позиции, зализывать раны. Операторам дронов со сбросами оставалось разве что добивать пехоту, которая разбежалась вокруг и притаилась, ожидая в лесополосах и складках местности свою беду и неотвратимую судьбу. Тут примечательно, что в атаке принимала участие зенитная самоходка «Шилка». Это более примитивный аналог немецкого «Гепарда», который успешно обороняет Украину от налетов российско-иранских дронов. Казалось бы, «Шилки» должны прикрывать аэродромы, склады боеприпасов, да что угодно. Но почему-то мы видим их на штурме украинских позиций. В чем дело? В нехватке профильной бронетехники или в тупости российского командования, кто его знает. Остается только надеяться, что российские «Шилки» дальше будут гореть в такого рода штурмах. Вообще, постоянное подсвечивание отдельных направлений не дает представления о стратегии ВСРФ в целом. Тут может помочь статистика Генштаба ВСУ в части количества атак, которые фиксируются за день на тех или иных направлениях. Украинский асинт-канал Око Гора подсчитал такую статистику за октябрь, где видно, что ВСРФ в основном пытались наступать на Кураховском, Покровском, Купинском и Лиманском направлениях. В целом, ситуация схожа с предыдущим месяцем, с сентябрем. Россияне выбрали для себя два основных и два вспомогательных направления на разных участках фронта. Пытаясь наступать так, чтобы у силы обороны Украины не было возможности маневрировать резервами, как это делают ВСРФ на Торецком направлении. В этом же канале напоминают, почему, несмотря на столь бездарные атаки, ВСРФ все же удается успешно наступать. Приводится инфографика применения планирующих авиабомб за октябрь. Количество применений за 31 день октября – 3991 единица, плюс 18%. Среднее ежедневное количество применений – 129, плюс 15. Также россияне применяют авиабомбы и по Курской области. Среднее количество пусков – 32 единицы. Россияне чувствуют безнаказанность в этом плане. Действительно, у ВСУ пока нет эффективных средств противодействия ни авиабомбам с модулем ОМПК, ни их носителям, в том числе и за запрета наносить удары западными дальновойными ракетами по российским аэродрому. Защитникам Украины, по крайней мере, есть чем ответить на российские авиаудары, пусть и не в тех масштабах, зато с куда большей точностью. Появилось примечательное видео, где украинский истребитель МиГ-29 запускает сразу 8 корректируемых авиабомб GBU-39 СДБ. Причем все эти бомбы можно настроить каждой на свои координаты. Выходит, что один вылет можно поразить до 8 различных целей. Как сообщают в телеграм-канале «Саняшник», удар был нанесен по месту скопления штурмовых групп и боекомплекта на Ореховском участке фронта Запорожской области. Россия вместе со своим наступлением продолжает и бесконечное количество военных преступлений. Надо отметить, что российское продвижение всегда в последнее время сопровождается убийствами как мирных жителей, так и военнопленных. Украинский военнослужащий, автор телеграм-канала «Офицер», пишет. Россияне бьют по гражданскими впиведронами и кабами на Покровском направлении в районе трассы «Желтая Юрьевка». Ситуация один в один, как в Селидово. Наши пилоты летают над местностью и наблюдают тела гражданских, валяющихся по улицам сел. Только если в Селидово россияне это делали, когда там была линия боестолкновения, то сейчас они целенаправленно в 50 километрах от нуля уничтожают все живое по этой трассе. Офис генпрокурора Украины сообщает, в свою очередь, о расследовании расстрела еще шести украинских военнопленных на Покровском направлении. По оперативным данным, пишут они, 23 октября 2024 года во время наступления на город Селидово военные РФ захватили в плен трех украинских бойцов. Через некоторое время оккупанты расстреляли безоружных военнопленных. 1 ноября во время штурма укреплений ВСУ на том же Покровском направлении еще троих военнопленных представителей ВСРФ убили из автоматического оружия. Эти действия являются нарушением женецких конвенций и квалифицируются как международное преступление, отмечает офис. Тут надо напомнить, что только украинских военнопленных россияне уже простреляли более сотни. Это только часть эпидемии убийства российской армии, о которой недавно рассказывал инсайдер и я в своем видео. ВСРФ каждый день убивает украинцев не только в прифронтовых районах, но и в тылу. Нанесен удар по Запорожью, об этом сообщил глава местной ОВА Иван Федоров. По его данным, шесть человек погибли, еще 23 ранены. Прокуратура отчиталась о начале досудебного расследования. По ее информации, ранения получили 20 человек и о том, что разрушен один из объектов критической инфраструктуры. В свою очередь, Z-канал опубликует кадры со столбом дыма. Канал бригады «Север Ви» ДКВ СРФ утверждает, что удар пришелся по цехам мероприятия «Мотор Сич», где производится сборка и хранение БПЛА. Однако, эта информация подтверждена буквально ничем. Что касается российской армии, то проблема с количеством людей никуда не делась. И наоборот, лишь ухудшается. Поэтому Россия применяет все, абсолютно все возможные уловки, манипуляции, обман, запугивания для того, чтобы выполнять российские войска. Российское командование в сложившейся традиции продолжает пытаться пополнить ряды ВСРФ всеми правдами и неправдами. Кроме новой волны мобилизации, естественно. Потому что это для Путина слишком страшно. Как это уже часто бывало, российские рекрутеры идут на обман. Причем как россиян, так и иностранцев. Например, трех солдат-срочников из части в Чебаркуле, которые в середине октября были признаны из Иркутской области, угрозами и хитростью заставили подписать контракты с Минобородом. Об этом издании 74.ru рассказали родители солдат. Словам родителей, срочникам пригрозили, что отправят их в Белгородскую область, если они не подпишут некие бумаги, которые якобы позволят им остаться в Чебаркуле. На самом деле, эти бумаги оказались документами для службы по контракту. Нам сказали, что через 4-5 дней отправят в Белгород. Сказали, что половина срочников оттуда грузом 200 приезжает. Я контракт 16 октября подписал, чтобы не поехать, а так я в штабе останусь. Я испугался. Сказали, что все в штабе останутся, кто подпишут. Тут все агитируют, ходят, рассказал один из срочников, подписавших контракт. Отец одного из срочников рассказал, что со стороны агитаторов поступали угрозы, что если не подпишут контракт, через полтора месяца, в декабре 2024 года, их направят в зону боевых действий, с которой они не приедут домой живыми, оказывалось сильное психологическое давление на призывников в течение всего дня с момента приезда в военную часть, сказал он. Потом сына собеседника из Дания и его сослуживца пригласил на разговор с служащей части. Предложил оказать помощь, чтобы остаться в военной части. Он заверил, что при подписании нужного документа их не отправят в зону боевых действий, и они останутся служить весь год в расположении военной части 939-92-Чабар-Куль-12. Но уже на следующий день Михаил понял, что подписал обычный контракт с Министерством обороны, и в период действия указа президента о мобилизации, который до сих пор действует, расторгнуть такие контракты просто невозможно. Сын в первый же день в Чабар-Куле позвонил и говорит, «Папа, я все тут прошарил, хороший человек, подошел, мы остаемся в части, мы подписали документ, что я буду радистом». Я говорю, «Что ты подписал? Ты читал договор вообще?» Он отвечает, «Ну там просто, что меня радистом назначили». И я ему, «Ты что творишь? Ты уже на срочной службе, все договоры с Министерством обороны уже заключены», рассказал отец срочника. Юрист по делам призывников Алексей Табалов пояснил изданию, что шанс добиться расторжения контракта в таких обстоятельствах просто минимальный. Поэтому в очередной раз говорю, ребята, срочная служба, несрочная служба, кто бы вам что не рассказывал, кто бы вам чем не угрожал, кто бы вам не рассказывал, как все будет хорошо и просто. Ну, окей, можно было понять, которые людей, которые по мобилизации, то с большим вопросом, ну, то есть, типа, я как бы не принимаю это, но понимаю, которые по мобилизации, по незнанию такие, «Да мы будем в тылу, да мы просто побухаем, повеселимся с мужиками, а потом домой пойдем богачами». Можно было сейчас, когда все известно, когда есть куча фото, куча видео, куча затнытья на тему того, что контракты не разрываются, что никакого отсидеться в тылу не получится и так далее, вестись на эту херню, ну, это просто катастрофа. И далее, родители. Значит, когда речь идет об отправлении ваших детей на срочную службу, это не какая-то прогулка, это не что-то гарантированное безопасное. Срочная служба – это то, откуда сейчас очень много людей вербуют на войну, обрабатывая психологически, уговаривая, запугивая и так далее. Как видите, обманом тоже достаточно большое количество людей попадает. «Вам это надо, вам надо потом сына в закрытом гробу хоронить, потому что от него нихера не осталось, взорвали его, или командир застрелил его в лоб, как я рассказывал во вчерашней истории. А вам надо? Если нет, то вынимайте, давайте, голову из жопы и прекратите уже, собственно, потворствовать тому, чтобы ваших детей, родных и близких убивали. Да, потому что ничего другого там, ну, на войне для вас не предусмотрено». Прямым обманом заманивают на контракт не только срочников, но и мигрантов из Африки. «Инсайдер» пообщался с африканцами, которые поехали в Россию в поисках лучшей жизни, но оказались в окопах, а потом в украинском плену. Одному, как он утверждает, военный контракт подсунули под видом рабочего, а второму обещали отправить служить охранником. Ричард из Сьер-Леоне приехал в Россию в ноябре 2023 года в поисках обычной гражданской работы. При оформлении въездных документов с Ричардом через мессенджеры общался сотрудник Азимулт Турсервис. «Мне не удалось встретиться с ним лично даже после прибытия в Санкт-Петербург. Если я пытался позвонить ему напрямую, он не отвечал, это было странно. Агент сказал, я пришлю такси, она отвезет тебя в место, где тебя ждет человек, чтобы оформить документы. Никто меня не спросил, хочу ли я подписать контракт на военную службу или нет. Бумаги были на русском языке, я не понимал, что там написано. От меня требовалась только подпись». Спустя какое-то время агент перезвонил и сказал, «Эй, Ричард, они приняли твой контракт». Я спросил, какой контракт? Он ответил, что это работа, но для начала мне нужно будет пройти обучение, чтобы получить опыт. Я согласился. Мой контракт приняли 7 декабря 2023 года. 10 декабря мне сказали взять с собой все свои вещи, и мы уехали из Санкт-Петербурга в Ростов. В Ростове-на-Дону Ричарда встретили, посадили в автобус и повезли в неизвестном направлении. Стекла были покрыты снегом, и я почти ничего не видел снаружи. Я понял, что оказался на военной базе только когда мы вышли из автобуса. Ричарду объяснили, что ему предстоит пройти двухнедельную военную подготовку, а затем отправиться в зону боевых действий на Донбасс. У нас забрали документы и телефоны, через пару дней мне вернули телефон, и я написал агенту, что я делаю на военной базе. Он ответил, Ричард, ты подписал контракт с армией? Это самый простой способ получить документы и не заплатят тебе за заключение контракта. И не назвали точную сумму выплаты, но сказали, что моя месячная зарплата составит 2000 долларов. Агент сказал, что через год службы я получу гражданство, и мне найдут жилье. Я сказал, нет, это не то, чего я хочу. Я не хочу быть в армии, потому что уже много лет служил. Он ответил, что не может ничего с этим поделать, так как контракт уже подписан. Я продолжал настаивать, что не хочу этого контракта, и тогда он заблокировал мой номер, и я больше не мог с ним связаться. На обман и подлог пополнятили идут, потому что число желающих убивать украинцев и убирать за деньги становится все меньше. Это следует хотя бы из того, что регионы продолжают бить рекорды единовременных выплат при заключении контракта с Минобороны. Губернатор Нижегородской области Клеп Никитин установил региональную единовременную выплату за подписание контракта в 3 миллиона рублей, тогда в Белгородскую область. Региональные власти соревнуются в суммах, чтобы завлечь людей на войну, им плевать на людей и на благосостояние своего региона. Главное — выполнить план, чтобы в Москве поголовки погладили. Справедливо отмечает канал мобилизации новостесрочники. Впрочем, в России есть еще один регион, где даже российские законы не действуют, поэтому население можно буквально загонять на войну по поводу и без. После того, как неизвестные обстреляли воинскую колонну Росгвардии в пригороде Грозного 24 октября, в близких к месту нападения селах начались так называемые зачистки. Об этом сообщает Центр защиты прав человека Мемориал. Правозащитники пишут, что зачистки начались с того, что полицейские проверяли документы местных жителей, искали незарегистрированных лиц. При малейшем нарушении мужчин забирают в отдел полиции, где им предлагают либо заключить контракт и отправиться на войну в Украине, либо сесть в тюрьму. Ну и, конечно, продолжается отправка на убой заключенных, причем осужденных уже за какие-то совершенно безумные преступления. Жительница Воронежа, которая вместе с любовником выкопала труп мужа и сожгла его на костре, уехала на войну. Уголовное дело в отношении нее приостановили. А подписание контракта с Минобороны о отъезде на войну нотариуса из Воронежа Елены Подобедовой сообщает издание Майо со ссылкой на неназванный источник. По данным СМИ, женщину обвиняли в надругательстве над телами умерших, однако в октябре рассмотрение ее дела приостановил суд. Любовника Подобедовой, которого следствие считает ее сообщником, при этом приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения. По версии следствия, в августе 21-го года жительница Воронежа уговорила его выкупать трупу ее мужа, а затем они отвезли его за город и сожгли. На суде мужчина утверждал, что Подобедова умоляла его помочь и провести над телом мертвого супруга погребальный обряд, после чего они сожгли труп по древним славянским обычаям. База писала, что сама жительница Воронежа хотела кремировать супругу и после его похорон волновалась, что на том свете муж чувствует себя некомфортно. И вот теперь она пополнила бреды российской армии. Что же происходит в частях с пополнениями, рассказал автор Z-канала «Убежище 8». Это мобилизованный, который, собственно, был мобилизован еще в начале мобилизации, который довольно часто ноет, при этом у него такой вот есть немножечко раздравен. С одной стороны, да, мы победим туда-сюда, и вообще выбора у нас нет. С другой стороны, постоянно пишет, как херово, как плохо, как он хочет демобилизации, как он хочет вторую волну мобилизации, что их заменили, как вообще их там бесполезно растрачивает. Вот недавно его там отправили в отпуск, и он что-то очень много стал писать и довольно много ныть. Спойлер, большинство новобранцев распределяют в пехоту, где чаще всего не переживают первые же местные штурмы. Итак, что он пишет? Начнем с того, что среди новых контрактников подавляющее большинство не служило срочку, поэтому не имеет военно-учетной специальности, так что их пихают в пехоту сразу. Остальных будут распределять по необходимости. Вопросы будут задавать только если командиры подразделения подавали заявки начальнику штаба полка на восполнение потери или новых специалистов. То есть нужно три человека в разведроту, попросил командир разведроты, себе троих у начальника штаба, будет ему три человека. Попросил комбат какого-нибудь из батальона себе несколько мехводов, будет ему несколько мехводов. А теперь внимание, пишет убежище 8. Во всех остальных случаях пополнение запихивают в пехоту, пишет он капсом. Ясно? Вопрошает. То есть похрен всем на ваше высшее образование, среднее специальное, похрен, что вы, например, паяли платы на заводе и можете ремонтировать средства связи, похрен на то, что вы тракторист со стажем, похрен на то, что вы водитель с категории С, Д и Е, похрен на то, что на срочке вы служили в рэп. На все насрать, если вы сами не скажете о своих талантах. Если вы будете как бомбони стоять в строю и молчать, надеясь, что командование проявит разум, нет, не проявит. Они направят вас туда, куда им надо, а им нужна пехота в первую очередь, инфа сотка, при том сразу штурмы. Далее, когда большинство из вас запихают в пехоту, вас ждут штурмовые действия. В зависимости от интенсивности боев, можно вечером этого же дня уйти пешком в исходный район для подготовки к атаке. Можно на следующий день. Короче, прикольно быстро. Далее вы штурмуете 2-3 штурма, и вот тогда, если вас еще не убило и не ранило, тогда командиры начнут задавать вопросы о вашем гражданском опыте работы, потому что специалисты нужны. Если на штурмах вы себя проявили более-менее собранным, то что-то может выгореть с работой по какой-то специальности. Если вас легко ранило, или вы вернетесь в строй в пределах двух недель, то вас могут перевести на время или на долгий срок подразделение закрепления успеха штурмовиков, а могут оставить штурмах. Такова кадровая политика, подчеркивает, собственно, убежище 8. Так что все вот эти, кто сейчас нам идут подписывать контракты за рекордные выплаты и так далее, знайте, что вы, скорее всего, сдохнете довольно быстро. Гораздо даже быстрее, чем ваши предшественники. Быстрее дохли только мобилизованные российские, когда их мобилизовали, чтобы затыкать дыры на фронте, и отправляли сразу без обучения, просто там через 1-2 дня, сразу на передок. Об этом я рассказывал на своем YouTube-канале. Что касается украинских пополнений, недавно в Украине объявили амнистию тем, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. А в Украине чуть больше людей, оставляющих чай, да не чуть больше, там сильно больше, чем в российской армии. Объясняется это довольно просто. В российской армии есть обнуление, когда просто тебя убивают, если ты там вдруг не исполняешь приказ или дальше, ямы, которые отправляют, и просто пытают. Ну, то есть, опять же, вчера подробно об этом вновь рассказывал. В Украине этого всего нет. Ну, то есть, за все время войны нет никаких там объективных данных, которые бы на это указывали. Вот, поэтому там, естественно, поскольку дисциплина не держится на страхе, люди, которые боятся самих боев, тем более люди, которые там, не знаю, мобилизованы, они чаще склонны вот к тому, чтобы убегать, потому что, ну, они знают, что их не расстреляют за это, да, в отличие от российских военных. Ну, вот, в итоге Украина объявила амнистию тем, кто впервые самовольно оставил воинскую часть при условии, что они вернутся на военную службу, при этом возвращаться не обязательно в ту же часть, которую военный ранее покинул. Призывами к так называемым СЗЧ-шникам, это самовольное залишение частине, обратились сразу несколько украинских бригад, например, 53-я и 47-я. Как отмечает волонтер Сергей Стерненко, нюанс в том, что некоторые специально уходят в СЗЧ, чтобы перевестись в другую бригаду, поскольку процесс перевода между частями в СУ сейчас максимально забюрократизирован и практически невозможен. Да, тема работает. К нам уже приходят люди по такой схеме, пишет в Твиттере один из военнослужащих ВСУ. И действительно, многие украинские военные писали, что есть проблема с невозможностью перевести с одной части в другую. И вообще проблема с мобилизацией по части того, что мобилизуют, ну, типа, рандомно, хотя многим украинским военным и отдельным частям кажется, что было бы логичнее давать возможность конкретного рекрутинга в конкретные части. Потому что есть там подразделения и части, которые, ну, мягко скажем, управление которых людям не очень нравится, да, а есть вот части, в которых там как бы нормально все выстроено, и туда люди в большей степени хотят. Короче говоря, тема такая тоже сложная, но, как видите, вот такой механизм предложили украинским изначешникам, и часть из них, очевидно, вернулась в свои подразделения. Ну, точнее, не в свои подразделения, а вот в подразделения, в которые захотели. Помните, кстати, недавнюю новость о том, что в Украине снизились темпы мобилизации, теперь в учебных центрах проходит подготовка не 35 тысяч человек одновременно, а 20. Так вот, хорошая новость в том, что их стали учить дольше. В вооруженных силах Украины увеличили срок базовой общевойсковой подготовки с 30 до 45 дней. По словам командующего подготовки командования сухопутных войск ВСУ, полгонюка с 1 сентября Генштаб внедрил новую программу подготовки, в рамках которой бойцы получат базовые навыки управления БПЛА и средствами РЭП, а также методы противодействия вражеским БПЛА, среди которых маскировка и использование ружей. Напомню, не так давно выяснилось, что FPV-дроны удобнее всего сбивать из ружей и дробовиков. В то же время количество учебных часов в сутки было снижено с 10 до 8, что должно улучшить усвоение материала. Также увеличено количество упражнений по стрельбе и боезапасу, а стрелковая подготовка будет проходить не только с использованием АКМ, с последующим обучением на другое оружие уже в подразделении, но и с пулеметами и ручными гранатометами. Это довольно хорошая новость, потому что чем дольше подготовка, тем больше для нее возможностей, и тем меньше вероятность погибнуть в первом же бою. Украинские новобранцы получают и новую технику, хотя, конечно, ее должно быть гораздо больше. В еще одной бригаде ВСУ появились БМП «Брэдли», которые наводят ужас на российскую пехоту, и даже танки способны даже противостоять им в прямом бою, тем самым Т-90М. Сотая отдельная механизированная бригада сухопутных войск вооруженных сил Украины получила в свой арсенал боевые машины пехоты М2 «Брэдли». Как раз соответствующие фото обнародила пресс-службу бригады. Сообщается, что боевые машины пехоты поступили на вооружение одного механизированного батальона. Врага дрожат коленки, когда за дело берутся подразделения остальной сотки, говорится в сообщении. Ну а у российской техники тоже есть своя интересная история. Россия решила похвастаться своим самым современным боевым самолетом и повезла его на авиашов в Китай. В итоге результаты немного отличались от того, на что россияне рассчитывали. Привезли туда истребители якобы пятого поколения Су-57. Ну, точнее, один прилетел, а второй привезли на транспортном самолете в разобранном виде. Что позволило фотографам снять их вблизи. Ну, то, что их туда привезли. Сразу же все заметили, мягко скажем, несовершенство сборки. Например, торчащие болты, что очень важно, потому что самолет позиционируется как малозаметный для радаров, а такие детали, конструкции должны, напротив, сильно фонить. В китайской соцсети Вайбоу пишут, в частности, следующие комментарии. Неудивительно, что во всем мире сомневаются в стелс-качествах Су-57. Или, наши истребители J-20 и J-35 далеко впереди по характеристикам. Впрочем, в профильных китайских изданиях отмечается, что Россия отправила на выставку в Китае ранние прототипы, а как выглядят серийные Су-57, используемые в ВКС, до сих пор никто не знает. Тем временем в России, по-видимому, наконец закончились советские запасы артиллерийских боеприпасов. Теперь российская армия просто не обойтись без помощи северокорейских товарищей. Российские склады боеприпасов практически полностью опустили, если судить по спутниковым снимкам, опубликованным осинт-исследователем Just Because. Исследователь решил проверить, недавно озвучивавшись в СМИ, заявление относительно того, что только 30% используемых русскими снарядов производится на российских заводах. Остальное импортируется из КНДР и Ирана. По его подсчетам, если это тезис истины, то у русских должны были полностью закончиться снаряды, произведенные в СССР и обновляемые до приемлемого уровня. Практически все, что сейчас производится, должно производиться с нуля, что занимает больше времени. Далее, исследователь сравнил спутниковые снимки российских арсеналов до полумасштабного вторжения и самые недавние снимки из доступных. Многие арсеналы имеют явные признаки запустения. В частности, по его мнению, 1819-я база артиллерийских боеприпасов опустела на 90% к сентябрю 2024-го. 2719-я база опустела полностью. Признаки опустошения видны и на снимках 1215-й базы, также относящиеся к сентябрю 2024-го года. 73-й арсенал Грау имеет довольно много подземных хранилищ, однако в зонах хранения под открытым небом также заметно значительное опустошение. Также опустил арсенал 100. Нет свежих спутниковых снимков арсенала 7, однако даже на снимках двухгодичной давности заметно уменьшение его запасов. Арсенал 51 не опустел, однако на нем заметно гораздо меньше активности, чем два года назад. В то же время, базы хранения боеприпасов, расположенные ближе к украинской границе, продолжают быть довольно активными. Во всей видимости, это связано именно с импортом снарядов из КНДР и последующей перегрузки их там на транспорт, направляющийся к передовому. Согласно более ранним подсчетам исследователей Хаймасас, Джомпи и Коверт Каббл, русские сняли с баз хранения более 8 тысяч единиц артиллерийских орудий, не считая минометов. Если предположить, что в СРФ выстреливали в среднем по 20 тысяч снарядов в день, с начала полномасштабной войны, скорее всего, они уже потеряли около 6 тысяч стволов, исключительно от износа. Это соответствует около 18 миллионам использованных к середине 2024 года снарядов. По текущим оценкам, Just Because, русские производят 3-4 миллиона снарядов в год, что позволяет поддерживать темп стрельбы 8-12 тысяч в день, что для их армии явно было бы недостаточно. Таким образом, дополнительная поддержка от Северной Кореи является абсолютно необходимой для продолжения войны против Украины. Хотя истощение самих артиллерийских орудий в СРФ довольно серьезное, еще года на два их может хватить. Все же их было реактивировано гораздо больше, чем танков и БМП. За поддержку оказываемой Северной Кореи некоторые жители КНДР получили совершенно неожиданное вознаграждение. Корреспондент Financial Times Гидеон Рахман пишет, «Обычно надежный источник сообщает мне, что северокорейские солдаты, которые были отправлены в Россию, никогда раньше не имели беспрепятственного доступа к интернету. В результате они подсели на порнографию». Не берусь судить, насколько это надежный источник, но хочется надеяться, что многие северокорейцы, многие солдаты северокорейские будут заняты просмотром порно и не заметят подлетающий в пиви дрон или вовсе не пойдут на линию боевого соприкосновения. А если и заметят дрон, который к ним подлетает, то не успеют его подстрелить из дробовика, так как руки у них будут заняты. Ну и немного про рэп в Украине. Достаточно курьезная ситуация, которую регулярно испытывают украинские пользователи различных гаджетов во время налетов российских ВПЛА. Вот что пишет украинский военный специалист в области связи рэп и дронов Сергей Флэш Бескреснов. «Многие жители Украины наблюдают, как их мобильные телефоны периодически теряют свое местоположение. Это происходит из-за влияния системы рэп, которых становится все больше. Это работает особый и специализированный рэп. Он создан для подавления сигналов от навигационных спутников, в результате чего приемники навигационных систем не могут определить свое местоположение. Такой рэп включается во время воздушных тревог и предназначен прежде всего для борьбы с шахедами. Без навигации шахед не может определить свое местоположение и найти свою цель. Рэп против систем навигации можно поделить на две категории. Первое — подавление. Здесь работает самый простой принцип глушения одного сигнала другим. Наземный рэп заглушает сигнал от спутников. Второе — это спуфинг. Это подмена подлинных координат другими. То есть рэп создает более сильный сигнал, чем сигнал от спутников, одновременно обманывает приемник, давая ему другие координаты. Какие именно? Здесь много вариантов. Иногда это смещение на 10 километров, а иногда и на тысячу. Иногда сдвиг фиксированный, а иногда спуфинг создает видимость движения. Поэтому ваш ребенок на локаторе айфона может временно оказаться в Болгарии, а ваша машина за ночь может уехать в Турцию и обратно. Больший страх может быть у владельцев машин с системой охранной спутниковой сигнализации. Однажды вечером вы увидите, как ваш Лексус по карте куда-то едет. Почему-то многие спрашивают, какой производитель делает такой рэп. С гордостью отвечу, наш украинский. И не один. А какой пусть останется тайной. Я прошу жителей Украины отнестись с пониманием к возможному дискомфорту при использовании карты и систем навигации. Все это сделано для минимизации ущерба от ударных БПЛА. Противника пишет Flash. Ну и напоследок. Победа Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах. Она уже случилась. Делать, что называется, ничего нельзя. Более того, не просто победа Трампа, а победа Трампа с тем, что он берет и Конгресс, и Сенат. Ну, Конгресс, скорее всего, Сенат уже. И Верховный суд тоже под Трампом. Большинство там, собственно, его судей. Катастрофа ли это? Да, ну, не знаю. Мне кажется, бессмысленно об этом рассуждать. Как говорится, умей принять то, на что не можешь повлиять. Повлияй там, где можешь. И умей отличить одно от другого. Жду ли я, что через 24 часа, собственно, закончится война? Нет, честно говоря, не жду. Я думаю, вы не ждете. Причем, блин, я не знаю. У меня вот самая большая проблема, конечно, с Трампом, трампистами и трампизмом в целом, это, конечно, что это просто, ну, идеология лжи. Я бы хотел сказать, что это безоценочно, но, наверное, вы сочтете, что это оценочно. Проблема моя в том, что я не люблю ложь в любых проявлениях. И я написал тоже вот перед записью сводки шутливый твит, что типа хорошо, что на завтра не надо делать сводку, потому что, значит, Трамп обещал через 24 часа прекратить. И тут же в комментарии пришли трамписты, которые начали врать, что он вообще не это имел в виду, что вообще он это только после вступления в должность, может, и прочее, прочее. Притом, что он буквально на дебатах, вот на всю страну говорил, что он это все сделает еще до вступления в должность, и неоднократно повторял, что ему надо 24 часа. То есть, типа, совмещая эти два утверждения, у нас получается, что 24 часа после победы. А как оно начало? 24 часа спустя полтора месяца после победы или что? Каким образом? Короче говоря, трамписты мне не нравятся, как и весь трампист, потому что они постоянно обманывают. Может ли победа Трампа в итоге стать выгодной для Украины? Наверное. То есть, я вам рассказывал про этот сценарий, он очень там милипиздрический, что, значит, Трамп вот победил, идет к Владимиру Путину, говорит, все, давай там, типа, вот там, я надавлю на Украину, чтобы она не вступала в НАТО, мы останавливаемся на линии соприкосновения, там, значит, заключаем договор, что Украина откажется от своей армии и так далее. И, как бы, если Путин согласится, то, соответственно, Трамп убирает всю поддержку Украины, включая не только, значит, вооружение, но, например, и там спутниковую помощь, разведывательную помощь и так далее. И, соответственно, тем самым пытается перенудить Зеленского к капитуляции. Произойдет она или нет, это другой вопрос, это уже не вопрос Трампа, это вопрос Зеленского. Но есть второй вариант. Второй вариант, Путин говорит, Дональд, значит, Дональдович, идите в жопу, значит, мы будем продолжать, мы вот наступаем, стрелочки закрашиваем, пока не возьмем Киев, Одессу и так далее, не успокоимся. И тогда Дональд говорит, ах так, тогда все, сколько, значит, даем Украине ядерное оружие, все наше вооружение, 2500 таборомцев отправляем и так далее. Возможно ли такой вариант? Наверное, да. Высока ли его вероятность? Наверное, нет. Но в любом случае это уже чистый гэмблинг. Я, знаете, я говорил с некоторыми украинскими солдатами и прочее, и часть из них поддерживала Трампа, но не потому, что, значит, верили, что он вот сделает все, что сделает, а скорее такая идея, что, типа, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Я понимаю людей, ну, то есть, как бы очень тяжело все вот это происходящее, если есть шанс, что, значит, как-то можно это остановить хотя бы на время, да, все они понимают, что даже если там по линии разграничения сейчас становится конфликт, то Россия все равно нападет еще через пару лет, ну, условно будет пара лет на то, чтобы попробовать подготовиться, да и, может, Путин умрет, может, еще что-то случится. Короче, я понимаю людей, которые вот там невероятно-невероятно устали, я не понимаю людей на Западе, которые устали, да, от чего устали, не очень понятно, но я понимаю там украинских военных, которые вот все это время воюют, хотя большая часть из них как раз поддерживает то, чтобы не идти там ни на какие, ни на какие там, значит, замерения, которые связаны с дальнейшей угрозой Украине и так далее. Короче говоря, Трамп победил, это значит, что в любом случае мы видим какую-то большую перетряску, это значит, что, более того, никто его сейчас в Штатах не сможет остановить, потому что у него и Конгресс, и Сенат. Уже там через 24 часа мы убедимся, что Трамп в очередной раз соврал, ни на что это не повлияет, трамписты все равно будут его поддерживать, да уже это и не важно, да, то есть вот сейчас, когда он имеет все эти полномочия, ничего буквально его не может остановить, вот, поэтому он будет проводить какую-то политику, он будет что-то делать, я думаю, опять же, он будет вот, как мы видели это на первый его срок, туда-сюда болтаться, да, сегодня одно, завтра другое, то есть станет абсолютно непредсказуемым, но в общем смысле, наверное, Украине будет на порядок тяжелее, НАТО будет близко к развалу, а Владимир Путин, ну, там, сегодня открыл шампанское, ничего страшного, ну, точнее, это не очень все приятно, но, тем не менее, как я и говорил вам вчера, ну, победил и победил, было и было, не страшно, идем дальше и делаем все возможное, все от нас лично зависящее для того, чтобы помочь Украине победить агрессора, получится ли у нас, да хер его знает, никто не знает, будущее не предопределено, а все зависит от действий каждого человека каждый день, поэтому продолжаем действовать несмотря ни на что, с вами был Майкл Наки, победа в Украине и до скорой встречи, всего доброго, пока.